Трудно поверить, что безобидные мультфильмы производства Disney и Pixar могли попасть под цензуру. Но такое действительно случалось, и не раз. Эти детские фильмы даже запрещались для показа в некоторых странах, и в этом видео мы расскажем о самых невероятных случаях, когда киноцензура не пропустила мультфильмы Disney и Pixar. Последний фильм от диснеевской компании Pixar был «Вперёд», рассказывающий об истории двух эльфов-подростков, которые отправляются на поиски своего отца. Мультфильм уже успел привлечь к себе внимание, ведь впервые за историю Disney нас знакомят с персонажем, не скрывающим свои принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Это девушка-циклоп по имени Спектр, работающая в полиции. В одной из реплик она упоминает свою девушку. В оригинальной версии Спектр озвучивает Лина Уэйте, актриса, писатель и продюсер. Она не скрывает своей нетрадиционной ориентации и часто публично заявляет о том, как важно снимать табу на упоминание сексуальных меньшинств в фильмах и по телевидению. Но, к сожалению, мы начали с фильма «Вперёд» по другой причине. Мы включили его в этот список, так как появилась информация, что персонаж Спектр подвергся цензуре в России, а реплика про её девушку и вовсе была изменена. Как известно, ЛГБТ-сообществу в России приходится не сладко, а руководство страны в этом плане по-прежнему придерживается старомодных взглядов. Это объясняет, почему многие фильмы и телешоу продолжают подвергать цензуре. Уже не в первый раз диснеевский персонаж нетрадиционной ориентации поднимает столько шумихи. И, скорее всего, не в последней. Когда игровой фильм-ремейк «Красавица и чудовище» готовился к выходу на экраны кинотеатров, режиссёр в одном из интервью заявил, что мы увидим в фильме сцену с открытым намёком на гомосексуальность одного из персонажей. Услышав это странное заявление, люди стали гадать, что бы это могло значить. И, наконец, когда фильм вышел в свет, всё стало ясно. Тот самый гей-момент, который обещал режиссёр картины, едва ли можно было так назвать. В самом конце фильма мы видим, как Ле Фу танцует с мужчиной. Вот и всё. Ну и этого оказалось достаточно, чтобы фильм запретили в Куэйте и Малайзии. А в российских кинотеатрах фильм вышел с пометкой 16+. Вы удивитесь, но и в США ленту запретили в одном из кинотеатров штата Алабама. Да, вы не ослышались, кинотеатр под открытым небом в Алабаме отказался показывать экранизацию любимой детской сказки из-за Ле Фу и его знаменитого танца. Иногда американские фильмы запрещают к показу или вносят возрастные ограничения для показа в других странах. Порой бывает трудно понять, не зная всей картины событий, чем именно какие-то моменты фильма могут оскорбить жителей той или иной страны. Например, многие были удивлены, узнав, что милейший мультфильм Эверест был запрещен к показу в некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме, Филиппинах и Малайзии. По сюжету фильма девочка-подросток из Шанхая по имени Лу находит на крыше своего дома снежного Йети и отправляется в путешествие, чтобы воссоединить его с семьей. Оказалось, резонанс вызвали не сами события в фильме, а одна сцена, где Лу вынимает карту, на которой изображены спорные территории Южно-Китайского моря, больше известные как девятипунктирная линия. И они показаны как китайские. Этот кадр вызвал напряжение между Китаем и юго-восточным регионом. Дело в том, что Китай давно пытается присвоить себе эту территорию, но подобное притязание нарушает множество морских законов, а также противоречит Конвенции ООН по морскому праву. Так как полемика по этому вопросу до сих пор не прекратилась, цензоры юго-восточных стран сочли появление карты с таким обозначением «оскорбительным», и фильм был запрещен к показу. Идея сделать игровой ремейк диснеевского мультфильма «Мулан» появилась еще в 2015 году, и только в этом году фильм, наконец, выходит в кинотеатры. Были опасения, что воссоздание мультфильма в формате полного метра не принесет успеха, однако оказалось, что киностудия решила пойти совершенно иным путем и внести значительные изменения в сюжет. Если вы смотрели оригинальный диснеевский мультфильм, то, возможно, вас удивит, что история «Мулан» на самом деле древняя и очень почитаемая китайская сказка, и новый фильм более близок к первоисточнику. Хотя кого-то этот факт может и огорчить, ведь знаменитого дракончика Му Шу из диснеевской версии в фильме не будет, как и мечтательного возлюбленного Мулан Ли Шанга. Вместо него у «Мулан» будет новый избранник Чен Хон Хуй, однако их романтическая линия, возможно, будет показана не совсем так, как мы к этому привыкли в кино. После предварительного показа в Китае кинокомпанию Дисней попросили вырезать сцену с поцелуем Мулан и Чена. Дисней согласился, и фильм вышел в мировой прокат без поцелуя. Диснеевские мультфильмы уже давно подвергаются нападкам со стороны цензуры. Еще в 1993 году произошел один неприятный инцидент, связанный с мультфильмом «Аладдин», который люди вспоминают до сих пор. Действительно, в «Аладдине» есть несколько моментов, которые могут оскорбить чувства людей арабского происхождения. И хоть Аграба – вымышленный город, широко известно, что его прототипом был Багдад. Существует мнение, что изображение второстепенных героев в этом мультфильме отражает стереотипное представление об арабской внешности, в то время как главные герои – Жасмин и Аладдин – изображены иначе. У обоих очень светлая кожа, и они разговаривают с американским акцентом. Но основным предметом споров стал текст песни «Арабские ночи», с которой начинается мультфильм. В оригинале текст песни такой Как и следовало ожидать, представители арабской диаспоры не одобрили эту строчку, и Американо-арабский антидискриминационный комитет потребовал изменить текст песни. В русском переводе эти строчки звучат так. Безусловно, кассовые сборы в Китае имеют большое влияние на общую прибыль от мирового проката фильма, поэтому многие кинокомпании адаптируют производство своих фильмов, делая ставку на китайского зрителя. Именно так поступает Marvel со своей франшизы супергероев. А вы знали, что в Китае разрешено показывать только 34 иностранных фильма в год. И если фильму повезло попасть в прокат в Китае, то кинокомпания вполне может ожидать прибыль в миллиард долларов. По этой причине Marvel начала редактировать и разрешать редактировать свои фильмы, чтобы угодить китайским цензорам. Например, из третьей части «Пиратов Карибского моря» было вырезано более 10 минут экранного времени персонажа капитана Сао Фенга в исполнении актёра Чоу Юнь Фата, потому что его персонаж выставлял китайский народ в негативном свете. Эта претензия часто выдвигается китайской цензурой как для Дисней, так и для фильмов вообще. И обычно это означает, что фильм будут редактировать или могут совсем запретить к показу. Оказывается, даже самые безобидные фильмы не застрахованы от немилости цензуры. И это подтвердил полнометражный фильм про Винни-Пуха «Кристофер Робин», вышедший на экраны кинотеатров в 2018 году. Если вы не можете взять в толк, чем таким мог обидеть этот милейший фильм для детей, то сейчас мы вам расскажем. Этот славный добрый фильм с рейтингом 6+, рассказывающий историю Винни-Пуха, до сих пор запрещен к показу в Китае. И как вы думаете, почему? Причина может вас удивить. Задолго до выхода фильма китайские оппозиционеры начали сравнивать лидера своей страны Си Цзиньпина с Винни-Пухом. В сети появились многочисленные приколы, где внешний вид президента сравнивался с изображением Винни-Пуха. По всей видимости, президент не оценил таких шуток, и в результате все ресурсы, связанные с персонажем Винни-Пуха, были запрещены в Китае, в том числе и фильм «Кристофер Робин». Даже веб-страницы с упоминанием мультяшного медведя были заблокированы, все изображения и гифки были изъяты, а само упоминание Винни-Пуха теперь относится к незаконному контенту. Есть некоторые вещи, которые Дисней и Пиксар просто отказываются показывать на экране. Во всяком случае, сейчас. Раньше ограничений для анимации Дисней почти не существовало. Поэтому в старых добрых мультфильмах полно моментов, которые сейчас никто не осмелился бы включить. По словам режиссера Дэвида Лоури, который снял прекрасный фильм «Пит и его дракон», с недавних пор Дисней категорически против следующего в своих фильмах – курение, обезглавливание и получение колотых ран. И мы считаем, это разумно. Но некоторые мультфильмы столкнулись с цензурой годы спустя, после выхода в прокат. Если вы также не молоды, как и мы, то, возможно, помните один классический диснеевский мультфильм под названием «Время мелодий», где один из персонажей – ковбой Пека сбил. Старина Билл курит в каждой сцене. Мы не шутим, в каждой. Вместо того, чтобы вырезать все сцены с участием Билла, было принято решение стереть сигарету из каждого кадра, а когда мультфильм вышел на DVD, Билл наконец-то бросил свою вредную привычку. После всех манипуляций мультфильм выглядит неплохо, но в некоторых сценах можно заподозрить, что чего-то в кадре явно не хватает. Порой даже не само содержание фильма может вызвать шквал негодования цензоров, но и самая маленькая деталь на постере к фильму. Хотя в данном случае не такая уж и маленькая. Когда «Русалочка» вышла на экраны в 1989 году, казалось, что мультфильм вот-вот станет лидером проката. Но внезапно люди стали замечать, что с изображением замка на постере и на обложке видеокассет было что-то не так. Одна из колонн высокого светящегося замка скорее походила не на часть здания, а на… Все больше и больше людей стало замечать эту досадную деталь, и на кинокомпанию посыпались жалобы. Тогда Дисней распорядился быстро убрать с полок магазинов все кассеты и снять все постеры фильма, чтобы внести коррективы. Художник, работавший над обложкой, объяснил, что просто торопился закончить работу к сроку. Также он заверил, что не специально добавил злосчастную колонну и даже не подозревал о таком сходстве до всей этой шумихи. Не всегда цензура немилосердно обходится с фильмами Дисней за пределами США. Иногда они попадают под запрет даже в Штатах. Речь идет о скандально известном диснейском фильме 1946 года под названием «Песня Юга». Буквально сразу после выхода фильма сама кинокомпания стремилась спрятать его от зрителей. Действие картины разворачивается сразу после окончания гражданской войны в США. В фильме сочетается анимация и игровое кино. Неоднократно картину критиковали за неприкрытый расизм. Это никогда не было подтверждено официально, но главный герой фильма по имени Дядя Рэмус с ностальгией вспоминает о старых добрых временах рабства. Можете себе такое представить? Конечно, можно и поспорить на предмет наличия расизма, ведь фактически фильм не оскорбляет чувств афроамериканцев, так как по сюжету с чернокожими персонажами обращаются хорошо, и все же невозможно не заметить, что в фильме выдвигается настораживающее суждение. Мол, якобы времена рабства были такие замечательные, и что раньше, до гражданской войны, жилось лучше. Кинокомпания Дисней очень старалась сделать вид, будто этого фильма и вовсе не существует. Песня Юга даже никогда не выходила в США в домашнем прокате. Некоторые зрители интересовались, будет ли лента показана на новом сервисе Disney+, но ответ последовал отрицательный. Да уж, кто бы мог подумать, что фильмы Дисней и Пиксар могут вызвать столько разногласий. А вы уже слышали о цензуре в этих фильмах? Может быть, мы пропустили какие-то интересные истории, связанные с цензурой фильмов? Расскажите о них в комментариях. А пока вы еще тут, не забудьте подписаться на канал Смотри-Смотри, чтобы не пропускать наши свежие ролики.